так видно слышно хорошо замечательно видно и слышно хорошо отлично еще минутку ждем может быть кто-то подключится город владимир тоже хорошо неплохо видно все включаются потихонечку замечательно так ну что давайте начнем на нашу сегодняшнюю лекцию я вам обещал сегодня рассказать про педагогическую диагностику и раска я обещал рассказать два варианта один вариант такой более сложный который мы предлагаем программе малыши крепыши и второй вариант более простой который мы предлагаем сейчас потому что по тем отзывам которые я уже видел я понимаю что программу которую мы разработали по педагогической диагностике для программы малыши крепыши все-таки оказалось трудоемкой это оказалось как бы один одной из самых наверное сложностей поэтому мы сейчас пытаемся сделать более просто и более понятно и вы поймете почему но прежде чем мы с вами займемся педагогической диагностикой на прошлой лекции я говорил что я вам покажу табличку которая показывает про температурный режим при котором мы не занимаемся физической культурой на улице я это сейчас табличку вы 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 вытяну на экранчик и мы с вами быстренько по ней так пробежимся будем так говорить для этого я включаю монитор так есть теперь нам нужно найти этот документик я думаю что из-за того что фотография которую я брал не настолько была хорошего качества но в принципе вы увидите здесь что в данном случае это приложение к санпину таблица рекомендации по проведению занятий физической культурой в зависимости от температуры и скорости ветра в некоторых климатических зонах российской федерации на открытом воздухе в зимний период года у нас есть здесь три климатические зоны которые показаны это северная часть российской федерации то есть красноярский край омская область и другие дальше в условиях заполярье это мурманская область и самое внизу третье внизу это средняя полоса российской федерации как видите здесь есть возраста нас интересует конечно же возраст до 12 лет это первая строчка и также значит если мы берем северную часть то занятия не проводятся возраст детей до 12 лет при температуре без ветра от минус 10 градусов то же самое если температура будет минус 10 11 но скорость ветра до 5 метров в секунду до тогда температура уже минус 6 минус 7 градусов если ветер еще сильнее от минус 3 и 4 уже занятия не проводятся если мы берем с вами заполярье мурманскую область то при безветренной погоде при минус 11 13 уже занятия не проводятся при ветре до 5 метров в секунду минус 7 минус 9 уже не проводится при скорости ветра 6 10 метров в секунду уже при температуре минус 4 5 занятия не проводятся если берем среднюю полосу там где живу я орловская область то при безветренной прогоним погоде минус 9 занятия не проводятся если вы ветер у нас до пяти метров в секунду при температуре минус 6 уже не проводится и при ветре 6 10 метров в секунду при температуре минус 3 градуса занятия не проводятся по температуре думаю все понятно да то есть вы теперь понимаете что есть такой документ официальный с которым вы можете работать можете его спокойненько у себя на педагогическом совете озвучить и когда ваши руководители говорят что там при минус 15 можно идти еще и заниматься физкультурой вы можете спокойно говорить что в данном случае есть четкие указания санпина и все будет нормально поэтому вопросы если есть какие-то дополнения вопросы пожалуйста можете писать в чате если нет тогда начнем с вами сейчас работать с педагогической диагностика сложной я вам расскажу как мы создавали на чем она базируется в чем ее преимущество и как раз перед тем как я вам про нее начну рассказывать да все правильно если вы теряете занятия из-за погодных условий то есть это не только может быть зимний период например у вас осенью поливает дождь ну просто льет как из ведра то вы переносите занятия в зал и проводите занятия в зале понятное дело лыжи отпадают но вы можете провести спокойно занятие и без лыж в зале то есть все равно двигательная активность и занятия по физическому развитию должны быть проведены это очень плохо когда мы видя что на улице пропадают занятия воспитатели просто радуются и хлопают в ладоши ой не надо ничего делать я приведу детей в группу посажу их дам им пластилины они пускай лепят колбаски и все хорошо все шито крыто отлично просто а для нас это плохо потому что дети не получили ту двигательную нагрузку которые они должны получить вместе с нами поэтому занятия в зале спокойно можно поиграть подвижные игры закрепить умение навыки которые вы разучивали в течение этой недели и все это будет очень хорошо так прежде чем перейдем педагогической диагностики объясню программа малыши крепыши на которой базируется наш курс как вы помните да программа в рамках комплексной программы мир открытий получила рекомендацию министерства просвещения о в использовании данной программы в других детских садах россии но прежде чем мы прошли этот путь нужно было получить рекомендацию так называемую отзыв фиро это федеральный институт развития образования который дает как бы такой толчок до для того чтобы ваша программа могла быть использована не только вами в детском саду но и других детских садах первый раз когда мы отправили эту программу было много замечаний но самое главное замечание не знаю почему они спросили чем же ваша программа отличается от других то есть люди которые смотрели и писали отзыв практически так и не увидели этого в принципе я не могу сказать что программа малыши крепыши это что-то сверхординарное и новое нет ни в коем случае программа малыши крепыши была именно создана на базе всего лучшего их самого хорошего что было в советской программе васильевой тем более что в свое время будучи молодым специалистом в девяносто пятом по моему году наверное я попал на семинар к осокина и тимофеевой на целую неделю и такой молодой приехал думаю счастлива вас есть она перевернул вас я здесь такой крутой там это и когда меня наши корифеи прямо пустили там ниже плинтуса но зато меня научили всему что я сейчас знаю и объяснили что зачем и почему вот я им очень благодарен как раз там же я ну так не прям серьезно да но где-то на пару встречах с хухлаевой попал вот как раз мы там немножко с ней так это выясняли как же все все-таки правильно правильно она уже опытный там а я здесь молодой пусть были такие но сейчас то я понимаю что она была достаточно права поэтому программа малыши крепыши взяла вот эта программа отличается от других именно индивидуально дифференцированным подходом то чего нет других программах и вы сейчас в этом убедитесь а педагогический диагноз смотри секундочку иди сюда моя деточка сейчас мы подойдем со всеми вытекающим к копилу будет еще секундочку участники а не могу как-то я ее отключить то звуки еще раз большая просьба слушатели у кого включен микрофончик выключи пожалуйста если я не ошибаюсь это софия дмитриевна дергач можно микрофончик включить с детьми молодец работает здесь мы нельзя отвлекать и как начнем с вами работать с нашей программой вот это вот великолепная женщина с вагнера и еще некоторых вот их завели диагностика подготовности дошкольника в комплексной программе мер открытий как же мы ее сработали значит программа является компьютерной будем так говорит была создана еще в 2008 году тогда когда айтишников как таковых не было и нам приходилось искать ребят которые могут воплотить нашу идею в так сказать очень сложно говорить так все отключилось да по моему все нормально теперь можно работать работаем так замечательно так поехали работаем тогда значит включаемся еще разочек и И туда попал. Секундочку. Есть такое. Итак, напоминаю, что данная программа является компьютерной. В 2008 году я нашел специалиста, который смог воплотить ее в оболочку. Это такая база данных, они небольшого размера, которая подразумевает, что мы туда, в эту программу, включили, помните, листы здоровья. И также мы туда включили саму диагностику. Как она выглядит? Значит, я сейчас пошагово покажу вам, как она работает, в принципе, чтобы вам было понятно. Итак, вот смотрите. Первый запуск программы, который вы делаете в компьютерную. Скачали сначала программку эту, открываете ее. И здесь у нас есть, будем так говорить, первое, что вы должны сделать, это как минимум заполнить таблицу. И это большой объем работы, где я ввожу, во-первых, всех воспитанников детского сада по группам. То есть для того, чтобы эта программа работала, вам придется потратить время на то, чтобы ввести детей в группах, которые будут с вами работать. Впоследствии не нужно будет вводить фамилии, там, дату рождения. Это будет автоматически из одной группы, переходя в другую, дети будут именно автоматически перебрасываться. Если ребенок уходит вообще в какую-то другую, в логопедическую, например, то вы можете его тоже самое перебросить из этой группы в другую группу. Но для этого вам нужно будет сделать несколько операций. То есть в принципе такая база данных. Итак, в первом случае вы видите здесь, да, что здесь есть и дата заполнения, и группа названия, может быть там светлячок там и так далее, да. Здесь есть инструктор, где вы записываете свои данные, группа, да, и воспитатель, который с вами будет работать. То есть в данном случае вы просто забиваете базу данных. Это первый запуск программы, в которой вы сделаете вот такие записи. Следующий пункт. Если вы хотите создать новую запись, то вы просто-напросто переходите к разделу создать новую запись, делаете дату, группу и переходите к ней. Либо там вы вносите новые фамилии, потому что у вас, например, с первой младшей придут дети во вторую, где я с первой младшей не работаю, и я этих детей не учитываю. А вот когда они во вторую младшую пришли, здесь я уже могу их ввести в базу данных. Следующий пункт, который вы делаете, это так называемое заполнение листов здоровья, как мы назвали, да, которые входят в эту программу. Смотрите, вот здесь есть такие пункты, да, фамилия, имя, отчество. Раз. Дальше. Дата рождения ребенка. Два. Пол учитывается женский, мужской. Рост с медицинским работником мы проверяем, как я уже сказал, два раза в год. Это в сентябре и в мае месяце. Всегда. Сентябрь-май мы проводим эти измерения. Вес. Обязательно. Дальше. Тип конституции. У нас используется четыре типа конституции. И мы смотрим, какой у ребенка тип конституции. Это смотрится по табличке, которая есть в программке, вы можете, в программе нашей, вы можете их увидеть там. Дальше осанка. Есть, понятное дело, если мы видим у ребенка сколиоз, какой-то там начальный, первой степени и так далее, или норма, то мы записываем сюда. Здесь же мы проверяем, есть ли у ребенка какие-то, как минимум начальные, да, возможно, или же у него врожденное там плоскостопие, то мы тоже сможем это проверить просто-напросто на простом эксперименте, когда вы делаете мокрую, так сказать, бумагу, да, он наступает на нее, потом наступает на сухую, и видно, есть плоскостопие или нет, и мы также можем это определить. Либо это в медицинской карте уже записано. Дальше физкультурная группа, она зависит от медицинской группы, которую мы видим с вами в карте медицинской, а у нас физкультурных групп, как вы знаете, несколько, да, это основная подготовительная спецмедгруппа, и дети освобожденные от физической культуры. И последний пункт – это примечание, то есть там, где мы можем записать какие-то, ну, совершенно вот нюансы здоровья этого ребенка. Возможно, он имеет спецмедгруппу, я точно должен знать, какое у него основное там заболевание. Если он освобожден, то я точно должен знать, по какой причине этот ребенок освобожден. Вот сюда мы все это заносим. Как видите, объем работы в данном случае достаточно большой. И это как раз и оказалось самым, наверное, камнем преткновения для работы инструктора, который, в принципе, ну, не любит вот такую большую писанину больше, и вот как и я, я люблю работать с детьми больше, чем вот это писать, вставлять и так далее. Но в данном случае я заморочился, да, и сделал вот такой вариант. Идем дальше. Следующее. Когда мы с вами записали вот эти листы здоровья в программу, у нас идет следующая табличка. Это сами результаты тестовых показателей. Что здесь вы увидите совершенно не то, что вы делаете и как бы используете. Посмотрите, здесь есть скорость, сила, выносливость, гибкость. Я пишу здесь ловкость, координация. Это, как я вам уже говорил, это как бы вы выбирать будете физические способности, качество детей самостоятельно. Но желательно брать те пять, которые мы с вами говорили. Это скорость, это первое, то есть виноват, первое по стандарту, да, координация. Второе, гибкость. Дальше скорость, выносливость и сила. Вот эти пять физических качеств, которые как бы определяют физическую подготовленность ребенка. Под них вы будете искать те нормативы, которые именно характеризуют эти качества. Далее, что происходит? Смотрите внимательно, что здесь у нас есть четыре показателя. R1, K1, R2 и K2. Что это означает? Дело в том, что мы пошли немножечко по другому пути, да. В основном всегда при педагогической диагностике мы смотрим количественный результат. Ребенок прыгнул в длину там 80 сантиметров. Я его записал и все. Мы здесь еще раз повторяю, немножечко пошли по другому пути. Мы добавили качественную оценку. То есть мы начали смотреть технику выполнения упражнения. Мы расписали каждое упражнение, норматив, который мы делаем, он описан у нас в программе, в которую вы можете посмотреть, да, найти ее. Каждый тест описан, как он оценивается с точки зрения количественного, так и с точки зрения качественного. Для того, чтобы теперь объединить количественный и качественный результат, нам потребовалось привести все это в единую систему счисления. То есть к единым баллам привести. Это была достаточно сложная математическая задача для нас, потому что, ну как бы, мы обратились к ребятам-математикам, и они нам как раз смогли помочь в этом. Дальше смотрите, здесь вы видите R1 и R2. Вот R1 это результат сентябрьский, а R2 это результат майский. K1 это качественная оценка результата в сентябре. Правильно ли делает ребенок прыжок в длину с места? По 4-бальной системе мы оценивали 1 вообще плохо, 2 что-то делает правильно более-менее, 3 это вот норма, то есть он как бы и 4 это классно, там все у него отлично, просто супер. Проведя вот такое тестирование в сентябре и в мае, получив два результата, количественный и качественный, количественный и качественный, мы можем их сравнить. Но сравниваем мы, вот здесь как раз и есть тот, та новизна, которую мы предполагали, что она будет, мы сравниваем именно эти два результата. Мы не сравниваем этот результат с средними статистическими данными, которые наполнен интернет различными нормативами и так далее. Мы этого не делаем здесь. Мы смотрим динамику результатов этого ребенка относительно его результата. Как это происходит? Когда первый раз ребенок проводит со мной тестирование, для меня это нулевая отправная точка. То есть он имеет вот такой результат. В течение года я с ним работаю. Мы с ним выполняем всю программу на этот год в такой-то группе. Мы выполнили все те упражнения, утреннюю гимнастику, общеразвивающую. Мы выучили подвижные игры вот эти все в течение года. То есть мы полностью работали. Он там самостоятельно еще занимался, может быть, и так далее. И результат его увеличивается, скорее всего. Иногда бывает результат увеличивается совсем чуть-чуть. Иногда очень много. И вот здесь произошел опять новый вопрос. А является ли это случайностью или закономерностью? Как определить было это? И вот здесь появилась формула Усакова. Она имеет простую такую схемку. Я вам и дальше покажу. Мы ее чуть-чуть модернизировали с математиками и пришли к определенной схеме, формуле, которая позволяет именно оценить в процентном соотношении не только количественный результат. Потому что формула Усакова работает хорошо на количественных результатах. А у нас же две оценки и количественные, и качественные. Их надо было объединить и в эту формулу каким-то образом поставить. Поэтому у нас была небольшая проблема. Мы ее решили. И в программу эта формула заложима. Там все, она работает. Таким образом, у нас получается, что ребенок, пройдя через тестирование, смотрите, по физическим качествам, да, координация, ловкость, гибкость, выносливость, сила, скорость. И вот здесь, с правой стороны, посмотрите, еще есть один пункт. Это называется самостоятельная деятельность. И самостоятельная деятельность у нас определялась по четырехбальной схеме. В шкале, будем так говорить. Что входит сюда? Да, вот здесь практически никто этого почему-то в педагогической диагностике. Но я мало кого видел, кто именно пользуется этим. Возможно, даже единицы. Дело в том, что наша задача инструкторов заключается в том, чтобы те умения, которые мы с детьми с вами развивали у них, да, в течение там какого-то времени, они могли использовать самостоятельную деятельность. Как мы поступаем? Мы поступаем следующим образом. Здесь видите, К1 есть, да, и К2. То есть К1 – это сентябрьский результат, К2 – это майский результат. Как работаем, да? Значит, я вам говорил, что в сентябре у меня где-то около шести занятий идут контрольных. На этих контрольных занятиях я как раз вот эту всю диагностику и должен был за эти шесть занятий провести. То есть в течение практически двух недель мои занятия строились таким образом, что мы проводили диагностику. В тот момент, когда я брал детей для проведения диагностики, воспитатель в этот момент с остальными детьми занят был двигательной какой-то активностью. То ли это игра, то ли это какие-то упражнения, которые могли подготовить их к сдаче данного норматива, к выполнению этого норматива. То есть работа такая. При этом наши вот эти нормативы мы попытались сделать в такой игровой форме. Каждый норматив мы назвали, ну, своеобразно, там, кенгурята, там, кто дальше прыгнет, там, и так далее. То есть таким образом мы постарались это опять привести в игру. Вот. И самостоятельная деятельность проводилась в самом конце. То есть после всех нормативов, которые определяли физические качества, самостоятельная деятельность. Как она была организована? Мы берем физкультурный зал. В этом физкультурном зале мы выносим различный инвентарь. Конечно же, там есть у нас и скамейка, и шведская стенка, там и наклонная доска есть. То есть мы это в зале вот как-то вот так вносим в таком, ну, положили, да, так аккуратненько. Приводим туда, ну, человек 10 максимум, больше не приводим. И говорим, сегодня, ребята, у нас сумасшедший день. Мы разрешаем вам сейчас делать все, что хотите в физкультурном зале. Играть, прыгать, бегать. Но вы должны использовать вот те, тот инвентарь, который у нас находится в зале. Дети сначала как бы шокированы, понятное дело, что им разрешают, что хотят делать. Но когда они услышали условие, что они должны все-таки использовать вот этот инвентарь, они начинают задумываться о том, а что, или вспоминать то, что они делали с этим инвентарем в течение года с нами вместе. Вот. И я сижу с листочком, они начинают в уголочке так сел с листочком, смотрю за всеми, всех вижу, как вы помните, да, и фиксирую себе, смотрю, что Петя там и к одному подошел, сделал такое-то упражнение, и к другому побежал, и там залез, и там. То есть я вижу, что этот ребенок очень хорошо помнит те упражнения, которые мы делали. То есть его мышечная память хорошо помнит все это, его мыслительные процессы, как мы понимаем, запомнили. И он так вот все это прям и там, и там, и одной с мечом там, и залез на шведскую стенку. Смотрю на другого, там, например, Алиса. Ой, смотрю, она начинает повторять за тем же там Петей, да. А смотрю, кто-то просто стоит, и вот ни туда, ни сюда, и как-то вот одну, один, или взял один всего лишь какой-то инвентарь, и вот с ним все время возится, возится, и больше никуда. То есть вот это я все фиксирую себе в самостоятельной деятельности. То есть я понимаю, что ребята, вот здесь, вот у этого будет 4 балла, у этого там будет 3 балла, а у этого будет совсем один там минимальный балл. Вторая часть самостоятельной деятельности, которую я оценивал, это подвижные игры. Вы же знаете, что подвижная игра для нас была одним из основных критериев, да, на занятиях. Мы в них очень много играли. Что мы здесь придумали? Мы придумали оценивать следующим образом. Ну, во-первых, я спрашиваю у ребенка, здесь я уже работаю в группе, я никуда не хожу, не в физкультурный зал, я прихожу в группу, да, там дети играют, что-то у них, один, одного подзываю к себе, сажаю рядышком, ну и спрашиваю. А ты помнишь, какие мы игры играли? Назови там подвижные игры. И он мне называет там какие-то названия игр, я там засекаю, смотрю, там 5 знает, 10, 20 знает названия, отлично. Выбираю из этих, которые он назвал, одну и спрашиваю, а как в нее играть? Правила помнишь? Он рассказывает правила игры. Дальше я говорю, а что там водящий, а как его выбрать там? А мы считалочки выбираем. Расскажи мне какую-нибудь считалочку. И он рассказывает считалочку. То есть я в принципе понимаю, что ребенок, вот этот, который знает много-много подвижных названий подвижных игр, знает правила игры, которые я выбрал из тех, что он назвал, может выбрать водящего, да. И последний вопрос чисто практически воспитателя. Этот ребенок на прогулке может самостоятельно организовать игру с другими своими связями? И она мне скажет, вот этот может, вот этот может только участвовать, а этот вообще никогда ничего не организует, то есть он не готов к этому. Из этого складывается вторая часть самостоятельной деятельности. Таким образом мы соединяем две части. Это умение использовать инвентарь, с которым мы работали в течение года, и плюс умение играть в игры подвижные, которые мы играли. Соединяем вместе, получаем опять результат качественный такой, да, в сентябре и в мае. Далее все эти результаты анализируются в программе с помощью формулы, и в конечном итоге выдается результат. То есть четырехуровневая система оценки нашего уровня физической подготовленности дошкольника. При этом учитывайте, да, никаких средних здесь не было. С кем-то мы его не сравнивали. Мы даже не сравнивали его с каким-то другим ребенком в этой группе, да. То есть это результаты чисто его. И здесь они... Где моя мышечка? Вот. Дальше вот видите вторая табличка, средние показатели индивидуального физического развития ребенка. Мы видим, что посчитанные результаты, вот здесь сверху, которые мы заполнили. Дальше я уже ничего не считаю. Это считает машина. Она посчитала, что вот в данном случае вот такой результат мы получаем. Опять это у нас по четырехбальной, помните, приведенной к единой бальной системе. Это четырехбальная система. И у нас есть уровень. Есть, значит, низкий, средний, норма, нормальный и высокий. Четырехуровневая система. Не трехуровневая, а именно четырехуровневая, чтобы все-таки иметь больше степень свободы для корректировки программы. Когда у вас трехуровневая система, средний, низкий, средний, высокий, то здесь меньше возможностей варьировать. Когда у вас есть четырехуровневая, то больше возможностей, так сказать, контролировать, изменять, корректировать. Внизу, смотрите, написано «Сохранить результаты в файл». То есть база, база наполняется. И чтобы, если что-то случилось с компьютером, у вас остался файл, вы этот файл сохраняете. И можете его перенести на какую-то флешечку. Также мне посоветовали ребята, что хотя бы раз в полгода данные, которые вы вносите в компьютер, нужно все-таки сохранять на какой-то файл. Это может быть внешний диск, это флешка, это еще куда-то. Но заполнять надо. Что происходит дальше? Дальше происходит следующая ситуация. Мы в мае-то закончили, а в сентябре нам нужно проводить новую педагогическую диагностику. А с чем же сравнивать? И вот здесь все очень просто. Результаты, которые были в мае, автоматически перейдут в сентябрьские и станут R1 и K1. И после майских вы будете уже сравнивать их с сентябрьскими. То есть вот все, что прошло за лето, и вы знаете, что после лета дети приходят, и результаты их снижаются у многих. А у некоторых, наоборот, вырастают. И вот здесь интересный момент, что вы видите, что результаты большего количества, уверяю, не у всех, но где-то процентов 50-60 за лето снижаются. Это говорит о том, что родители, в принципе, летом не уделяли внимания двигательной активности детей. Либо они все-таки в большей степени, опять же, проводили дома, мало ходили на улице, играли, гуляли, плавали и так далее. То есть это как раз и вот здесь проявляется. Но у вас все равно есть два результата. Сентябрьский, который был у вас хороший результат. И теперь в мае, то есть был хороший, потому что вы целый год работали. А в сентябре за лето он, может быть, чуть-чуть снизился. Но у вас все равно есть результат сентябрьский, который впоследствии вы опять работаете, и следующий будет уже опять переходить на другой. То есть вот такая цепочечка происходит. Первый результат перешел на вторую позицию. Второй результат перешел на третью позицию. И сравнивается первый со вторым, второй с третьим, третий с четвертым и так далее. До момента выпуска ребенка из детского сада. Чем нам эта программа достаточно удобна? Во-первых, я могу реально посмотреть уровень физической подготовки всей группы и скорректировать программу. Я могу увидеть, что у меня есть очень спортивные ребята. Отлично. Я могу взять и не всю группу смотреть, а только одного ребенка. То есть, например, у меня есть предположение, что ко мне пришли родители и просят у меня консультацию, в какой бы вид спорта можно было отдать их ребенка. Прежде чем ответить так на вскидку, я все-таки открою вот эту диагностику, посмотрю его результаты и посмотрю его лист здоровья, посмотрю те виды спорта, которые близки по именно его данным. И тогда смогу дать консультацию родителям по именно возможно какому-то развитию этого ребенка в какой-то спортивной секции. Если родители хотят увидеть его результаты, например, в течение всего посещения детского сада, я не буду ему всю группу давать, а я выделяю только его ребенка и его результаты в средней группе, в старшей группе, в подготовительной группе родитель может забрать. То есть, не выдавая личные данные других детей, что сейчас запрещено, как вы знаете, они увидят только данные своего ребенка. Почему я говорил, что вот эти данные, в принципе, это внутренний документ ваш и вы его можете никому не показывать. Потому что это как раз называется разглашение личных данных данного ребенка. Поэтому, когда методист у вас спрашивает, дайте мне вот это, вы должны уточнить его. А у вас есть согласие родителей на обработку так называемых его вот этих личных данных? Потому что то, что вы делаете, вы делаете для себя и никому эти данные не показываете. А дальше, как только вы кому-то их начинаете передавать, это уже другая история. Вот в данном случае вы сейчас видите, что я могу показать просто одного ребенка. И здесь у меня его, смотрите, все данные листа здоровья, вот он, вверху. И результаты его уровня физического развития или уровня физической подготовленности. Опять сохраняются результаты нажатием кнопочки. Также переводом результата с сентябрьского, с майским, майским на сентябрьский. Все это делается кнопочками, нажимая и переводя из одной в другой. Так, и сейчас мы с вами. Так. Так, ну что, вот эта сложная схема, которую я вам рассказал. Отключите экран. То есть вы не видели сейчас презентацию, да? Еще раз нажмите ко мне, в чате напишите. А, видели, все отлично тогда, все хорошо. Вот здесь Екатерина пишет, что согласие на обработку персональных данных родители подписывают при заключении договоров с ДОУ. Понимаете, в данном случае они все-таки подписывали на обработку персональных данных, в основном знаете на какую? Мы очень много сейчас должны выставлять фото и видео отчетов по мероприятиям. И в основном они как бы думают, что это именно на вот большей степени вот эти данные, они пишут в согласии персональных данных. А здесь уже, здесь уже, не забывайте, что здесь данные достаточно серьезные. Это и рост, и вес, и какие-то примечания по заболеваниям там и так далее, да? То есть это данные более серьезные, чем фото и видео, какие-то там отчеты, где дети просто там танцуют, прыгают. Поэтому здесь вы должны понимать, что немножечко другая ответственность за личные данные детей. Так, вопросы по вот этой схеме, которую я вам сейчас показал, пожалуйста, задаем. Не стесняйтесь. Вопросов нет, да? Все понятно? Что можно получить? А, вы хотите программку данную, да, компьютерную? Смотрите, сделаем так. Да, все правильно. Я вам уже говорил, что я пользуюсь вот такими терминами, как и все остальные, для того, чтобы либо разнообразить, разнообразить, да, либо увеличить оригинальность. Я также пользуюсь, как и все остальные. Поэтому я вам говорю, вы можете видеть и такие варианты, и такие варианты, и такие варианты. Это уместно, когда вы можете понимать, что, например, я в ловкости, где вы видели, да, там у меня были броски мяча вверх с двумя хлопками и ловля мяча. Это у меня определялось как ловкость. А координацию, это у меня была ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предметы. Здесь у меня была координация, да, когда... И то есть, как бы я просто брал нормативы, которые я мог провести у себя в детском саду. Некоторые нормативы, например, в детском саду невозможно провести. Поэтому я искал разные варианты. Я перебрал, наверное, около 25 разных нормативов, которые нашел в интернете и так далее. Про систему 4-бальную уточните характеристика баллов. Вот, смотрите, 4 балла, да, это качественная оценка. Значит, 4 балла – это просто супер, он делает все правильно с точки зрения техники, да. 3 балла – это норма. То, что он как бы выполняет, но при этом его техника, будем так говорить, может быть еще дополнительно имеет достаточно хороший потенциал. И вы видите, что он чуть-чуть что-то вот, ну, практически норм. А 2 балла – это когда вы видите, что есть ошибки. Ну, и 1 балл, когда реально ребенок, ну, очень плохо выполняет это упражнение с точки зрения техники. Там и координация нарушена, и нет вот этой силы, нет мышечной какой-то вещи. То есть, это видно визуально, да. Опять же, субъективная оценка. Не количественная, как мы привыкли, когда ребенок выполняет там бег за секунды, когда он прыгает. Но она у нас есть, правильно? Единственное, что мы ее не сравниваем со средними результатами. Это 100%. Мы работаем с результатами по, так сказать, гибкость, да. Смотрите, все председателя думают, что гибкость, в принципе, это как бы норматив. Вот если ребенок садится на шпагат, да, вот он гибкий. Нет, вы знаете, что гибкость – это определенное физическое качество, в котором можно определить гибкость спины, да, гибкость там, отведение руки там и так далее. То есть, мы проводим нормативы стандартные, которые всем известны. В данном случае я проводил гибкость, это сидя на полу, ноги врозь и наклон вперед с вытягиванием рук. Там у нас получается, может быть, минусовой результат, может быть, нулевой и может быть положительный результат. При этом ноги в тот момент, когда ребенок делает наклон, они должны быть прямые, в коленях не сгибаются. Еще раз повторю, все вот эти нормативы, которые, они все известны. Вы не думаете, что я провожу какие-то нормативы с какими-то приборами там и так далее. Нет. В детском саду это достаточно проблематично. Поэтому мы пробуем и используем самые простые нормативы. Если я хочу проверить скоростно-силовые, это прыжок в длину с места. Если я хочу проверить силу рук, то я делаю бросок мяча из-за головы, сидя на полу двумя руками. Если я хочу сделать скорость, да, там, например, бег 30 метров. Если у меня не получается бег 30 метров, я могу сделать бег челночный, например, когда он будет бегать. То есть, выбираю то, что в детском саду я могу провести. Поэтому вы не думайте, что это опять вот единственное правильное решение. Ни в коем случае. Вы выбираете вот те условия, которые у вас. Сидя на полу для мышей недостойно. Что сидя на полу? Так, ну, у вас, может быть, у меня все было нормально, честно говоря. Вот он сел, ноги вот так сидит, да, руки за головой и спокойно бросает этот мяч весом 1 килограмм. Вот он такой небольшой он, красненький у меня был. Специально его покупал в Москве, и ребята бросали этот мяч. Кроме того, здесь еще и мы смотрели его как бы, ну, вот, и спина, как вот он, и кто-то наклонялся, кто-то бросал руками вперед. То есть, это уже техника. То есть, еще второе. Нормативы, которые я выбираю, вы можете выбрать те же. Нет, делайте свои нормативы. Да, можно делать правильно, из положения стоя, все верно. Еще раз говорю, вариантов очень много. Поэтому выбирайте то, что вам нужно и удобно, и интересно. Итак, по схеме вот этой большой, этой понятно. Если кому-то эта программа заинтересовала, у меня есть на диск, на Яндекс.Диске, эта программка. Ее нужно будет просто скачать. Там есть инструкция, попробовать с ней поработать. Еще раз повторяю, она не пошла у меня почему во многих, что нужно повозиться, будем так говорить. То есть, время на заполнение этой программы уходит чуть больше, чем когда вы просто вручную заполнили, посмотрели и все. Итак, теперь вернусь к следующему вопросу, который как бы и должен быть озвучен. Я уже его затронул. И все-таки результаты, которые мы получили, это случайность или закономерность? Как мы их все-таки оценивали? Понятно, что с помощью математической статистики мы не стали никуда влезать. Мы взяли просто-напросто по формуле Усакова, которая у него есть. У него есть такая табличка в процентном соотношении, что если результат ребенка, разница результата, не виноват, не результат, а разница результата ребенка, который вы провели, меньше 8%, то в данном случае это получается, что ребенок в динамике получил какие-то результаты, но за счет только, будем так говорить, его вот этих антропометрических данных. Да, он немножечко вырос, у него чуть-чуть прибавилось мышечной массы. То есть, это говорит о том, что такие дети, скорее всего, это часто болеющие, малоходящие к нам на занятия. Это дети, которые такие, будем так говорить, не физкультурники, будем так говорить, ребята, не любящие бегать, прыгать, а больше любящие что-то сидеть, лепить, что-то такое делать. Дальше, если от 9 до 10%, то это результат, будем так говорить, средний. И в данном случае он произошел именно из-за того, что у него есть какой-то рост в антропометрических данных, плюс естественные какие-то условия. Ну, например, ну все-таки мы ходили на прогулку с детьми, да, и все-таки они там где-то что-то двигались, где-то играли в подвижные игры, на занятиях мы тоже что-то делали. Но он не, опять говорю, не выполнял это в полном объеме и с хорошей техникой там и так далее. То есть, у ребенка есть определенные проблемы. Если у нас результат от 11 до 15%, то это результат норма. То есть, это дети, которые выполнили всю программу в полном объеме, без всяких проблем, и все там шикарно и отлично. Такая группа, такая группа всегда состоит где-то до 50%. Вот группа, которую я сказал, низкий уровень, это буквально один, может быть, ребенок в группе попадает. Если вы реально работаете в детском саду хорошо с детьми. Вот средний уровень, который подготовленности, тоже единицы. Ну, буквально там, не знаю, там, ну два, может быть, три человека попадает. Ну, иногда вообще их нет. Дальше норма больше 50%, где-то до 60, до 70 доходит. И у нас от 16% и выше, это ребята, так я называю их, физкультурники. Это ребята очень подвижные. Это ребята, имеющие отличные результаты. Скорее всего, их результат не только зависит от нашей работы, но еще он, скорее всего, уходит в спортивную секцию с родителями. Или дополнительно у нас в какой-то кружок секцию ходят в детском саду. То есть это как раз именно дети, вот которые я говорю, спортивные ребята. Да. На них можно строить что-то. Вот здесь Ольга Веселова задает. Все получается с утяжеленным мечом разные по весу. Да, мы даже метание делаем на дальность или метание в цель. У нас, как вы помните, в подготовительной группе мешочек с песком это до 200 грамм. А, например, в средней группе до 150 грамм. Если мы говорим с вами про мячи утяжеленные, то у меня есть мячи 500 граммовые и килограммовые. И если вы помните, я вам вчера показывал, где я писал вам инвентарь оборудования, и мячи эти утяжеленные там были. Чтобы реализовать программу, материально-техническое обеспечение вы должны обязательно смотреть. Прежде чем выбрать программу. Итак, теперь понятно, да, как определяется уровень физической подготовности вот с помощью, в принципе, вот такой нехитрой таблицы. Если все-таки, еще раз повторяю, мы свою формулу, которую Усакову нашли, мы ее немножечко там модернизировали, чтобы соединить количественные и качественные показатели, и все это можно было оценить. Я не буду рассказывать эти заморочки, потому что смысл нет. Она, эта формула стоит в программе, и она считает сама. Мне только нужно ввести данные, да, количественные и качественные, все остальное считает. Поэтому я ее не буду вам рассказывать, она достаточно там большая, поэтому не стоит. Кого заинтересовала программа, еще раз повторяю, пишите мне в личку, вконтакте, либо на почту. Я вам скину ссылку на Яндекс.Диск. Вы скачаете эту программку, попробуйте поковыряться, вводить данные и так далее. Есть еще один такой маленький нюансик. В этой программе программа не посчитает вам результаты, если ребенок не сдаст хотя бы один норматив. То есть нужно заполнить всю табличку по всем нормативам и в сентябре, и в мае, чтобы программа могла посчитать результат. Если где-то чего-то не хватает, программа не считает. И в данном случае это тоже такой, с моей точки зрения, минус, а с точки зрения математики это нелогично. Если вы не ввели какой-то результат, почему она должна что-то считать. Поэтому с точки зрения математики это правильно. Идем с вами дальше. Итак, когда я понял, что все-таки программа объемная и мало кто будет заниматься такими выкладками, хотя, честно говоря, пять лет я работал по этой программке, да, затратил побольше времени, чем остальные, но у меня была шикарная база по детям. Я мог делать, в принципе, как раз вот на этом материале я и защитил кандидатскую диссертацию. Индивидуально дифференцированный подход в оценке уровня физической подготовленности детей до школьного возраста. И стал кандидатом наук. Поэтому вроде, хотя при этом я работал в детском саду, а защищался я именно в детском, работая в детском саду. Поэтому материал был именно шикарный, да, и даже когда я защищал работу в Ярославле, да, там ректор-математик, он как раз начал задавать мне по математическим формулам вопросы, я легко на них ответил, поэтому вопросов там никаких не было. Вот, поэтому материал хороший, но вот с точки зрения преимущества заполнения и введения, он немножечко имеет объем. Что мы сейчас придумали? Вчера была презентация по плану конспекту, я попросил скинуть или хотя бы выложить в доступ. Хорошо, я презентацию, которую мы вчера проходили, я ее скину в теоретический материал по лекции номер 4, да, получается. Туда скину тогда сегодня, не волнуйтесь. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. После того, как я понял, что программа не заработала все-таки, да, как хотелось бы, я придумал другую штуку. И сейчас ее используют в Орле несколько детских садов в таком экспериментальном варианте, потому что эта программка выйдет в 23-м году уже в методических рекомендациях к комплексной программе «Мир открытий». И смысл такой, вроде бы, да, все понятно, все просто, но дошел до этого чуть-чуть попозже, когда стал послом ГТО в Орловской области. Смысл такой. Как вы знаете, сейчас есть российский физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО, так? И там есть первая ступень. Это возраст 6-7 лет. Если, если предположить, что я в детском саду, начиная со второй младшей группы, начинаю готовить детей к выполнению этих норм ГТО в 6-летнем возрасте, то все, в принципе, становится на свои места. А именно, я провожу педагогическую диагностику по тем нормативам, которые предполагает в 6-7 лет ГТО. Сейчас я вам покажу это, как это все, в принципе, просто работает и как это все можно сделать. Мы опять переходим к презентации. Итак, у нас есть вот такая табличка нормативы испытаний, тестов Всероссийской физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. Первая ступень. 6 от 6 до 8 лет. Посмотрите на нормативы, которые здесь используются. Это, во-первых, у нас есть нормативы, которые так называемые обязательные. Есть нормативы, которые по выбору ребенка. Вот если мы посмотрим с вами нормативы по обязательной программе, то здесь есть челночный бег 3 по 10. То, что мы с вами, даже не думая о ГТО, но многие берут этот тест. Дальше. Если вы можете сделать бег на 30 метров, он тоже здесь есть. Пожалуйста. Дальше. Если мы говорим с вами про, так сказать, выносливость, смешанное передвижение, здесь есть на 1000 метров, мы можем это тоже самое организовать, когда дети будут передвигаться, ну, на улице, да, вы сделаете такую достаточно длинную полосу, в которой дети будут двигаться там, где-то они, то есть это проходит там через лабиринт, там идут там по дороге, там проходят по тропинке какой-то, то есть сделать вот это, оградить эту полосу, и вот дети идут и продвигают. Это тоже можно сделать. Дальше идет подтягивание из виса на высокой перекладине, нас это не очень подходит. А вот сгибание, разгибание рук в упоре, детей можно спокойно обучать и учить. И потихонечку, потихонечку к этому идти. Дальше, ну и вот она гибкость, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, тоже мы можем сделать. А дальше идут еще нормативы, по выбору так называемую. Дальше прыжок в длину с места, с толчком двумя ногами. Мы все этот норматив практически тоже используем. Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 метров. Мы можем, конечно же, использовать этот норматив, но вначале использовать меньшую дистанцию, а потом в подготовительной группе увеличить ее до 6. Далее мы можем еще здесь использовать, например, если есть, так сказать, у нас лыжи, да, мы можем пройти на лыжах, ну не километр, конечно, но трассу сделать небольшую и тоже сделать. Но при этом, посмотрите внимательно, мы не смотрим на средние эти показатели золотой, серебряный и значок бронзовый. Это нас не интересует. Нас интересует первоначальный результат ребенка и следующий его результат. Мы опять будем сравнивать результаты индивидуально ребенка, не смотря на эти результаты значков. Почему? Итак, я смотрю на средние результаты только тогда, когда я провожу соревнования. То есть, если я хочу, чтобы мой ребенок выполнил нормативы на значок, я буду смотреть на эти результаты. Если я работаю в детском саду и готовлю детей к сдаче, к выполнению этих нормативов, то я не смотрю пока на эти результаты. Я просто-напросто работаю и оцениваю детей по этим нормативам, но смотрю динамику его результатов. Таким образом, это не является для меня вот эти средние показателями какими-то в данном случае. То, что я вам говорил по формуле, здесь самая простая формула как раз для вот этой схемы. Здесь у нас W – это именно темп прироста, который определяется в процентах. И формула простая. 100% умножаем результат, который мы провели в мае, отнимаем результат, который провели в сентябре. Дальше делим это все на одну вторую при сумме результата первого и результата второго. Дальше получаем процентное соотношение. Согласно этому приросту мы с вами можем оценить, за счет чего достигнут прирост и определить уровень физической подготовленности. То, что я вам сейчас и говорил. Ну вот такой маленький примерчик простой вот этой схемы. Эту схемку вы можете использовать реально, да? В программе Excel. Не надо ничего придумывать. Вот я ее также забил в программу Excel. Дальше у меня есть фамилия и имя. Челночный бег. Результат у меня есть, да? Дальше у меня есть сгибание-разгибание рук в упоре, лежа на полу есть. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке. Прыжок в дыну с места толчком двумя ногами. И вот я, используя вот эти нормативы, могу… Повторяю, это субъективная оценка, да? Это не настолько точность и так далее. Но могу определить уровень физической подготовленности ребенка. Вот в простой такой схемке… Вот в такой простой схемке мы с вами можем спокойно готовить детей и одновременно проводить педагогическую диагностику. И что получается, что в подготовительной группе… Я такой довел детей до подготовительной группы по вот этим всем нормативам. Все готовились. Мы в течение средней группы, старшая, подготовительная, все готовились, все делали. Видели, что у нас есть динамика. И тут я говорю, а почему бы нам золотые значки не получить родителям? Они говорят, а как? Ну, это очень просто. Во-первых, нужно зарегистрироваться на сайте. В первую очередь зарегистрировались. Теперь нужно найти, где у нас поближе здесь центр тестирования. Возле нас, рядышком какой-то должен быть. О, есть. Договоримся, давайте, что мы группой пойдем и сдадим сначала обязательные, а потом там по выбору. Мы договариваемся с центром тестирования. Я привожу своих деток, которые у меня, как я говорил, да, помните, спортивные такие ребята. И я их привожу в центр тестирования, проходим все это. И к концу учебного года, когда дети мои будут выпускаться уже в первый класс, они, возможно, уже вот прям перед выпуском смогут получить значок золотой ГТО, там, сребряный, бронзовый и так далее. И таким образом я соединил, получается, две простые вещи – подготовка и педагогическое тестирование. И на выходе мои дети практически, ну, там, пусть там 30% готовы к тому, чтобы выполнить нормы ГТО. Это хороший, конечный результат для инструктора, согласитесь. Мы все ищем какие-то соревнования, какие-то конкурсы для наших детей там и так далее, чтобы, во-первых, к аттестации что-то получить и тому подобное. А тут у меня есть шанс именно готовиться и детей вот этих, так как у меня каждый год же подготовишки-то есть, да, то есть я каждый год буду получать ребят, которые смогут выполнить нормативы ГТО и получить какой-то знак. И для меня хорошо, и детей я подготовил, готовлю. Так, сколько тестов необязательных надо выполнить? Смотрите, если вы откроете, будем так говорить, сайт ГТО, там внизу есть ссылочка такая. Я просто сейчас… Я так помню, что в первой ступени должно быть, если я ошибаюсь, да, четыре обязательных и два необязательных, то есть шесть нормативов нужно выполнить, чтобы значок получить, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, меня поправьте, уточните на сайте ГТО. Поэтому не волнуйтесь. Вот такая схемка простая пришла в голову совсем недавно, и мы ее сейчас обрабатываем, мы ее сейчас пытаемся… У нас в городе проходит фестиваль ГТО среди детских садов. Мы заняли первое место. Хорошо, но значки вам не дадут. Теперь я расскажу, как у нас в городе Орле я провожу. Так как я посол ГТО в Орловской области, а, ну, значит, у вас там проводилось именно на базе центра тестирования, тогда возможно. Мы проводим следующим образом. У нас есть договоренность с управлением по физической культуре администрации города Орла и центром тестирования. Есть договоренность, да. Первоначально детские сады проводят первый этап. Это нужно зарегистрироваться на сайте ГТО детей шестилеток и старше, там, шесть-семь лет. Дальше они проводят внутри детского сада на первом этапе, проводят вот это тестирование, там, четырех, там, пяти, сколько они могут провести. И предоставляют эти результаты в центр тестирования. Представляете, да, что у нас в детском, в городе Орле, где-то, город небольшой, 57 детских садов. Захотели поучаствовать, инструкторов, ну, пусть будет 25-50% поучаствовали, да. Они прислали эти данные в центр тестирования. Центр тестирования посмотрел средние результаты этих детей. Ну, сказали, что давайте 12 человек, шесть мальчиков, шесть девочек. И отобрали, например, четыре детских садика, ну, у которых результаты очень хорошие. Дальше этот центр тестирования, ребята, которые там работают, выезжают в этот детский сад, где они отобрали, там, 10 садов, там, пять садов, неважно. И проводят с этими детьми уже официально, получается, да, не выходя в детский сад из куда-то там, а у себя внутри детского сада, в их же обстановке, в которой они это проводили, проводят и смотрят правильность выполнения с точки зрения юридической вот этих нормативов. Фиксируют результаты, заносят эти результаты именно уже в систему, как положено. И как только они заполнили, и им не хватает какие-то тесты, они приглашают их к себе в центр тестирования этих детей, и они добивают эти нормативы и получают официально значок. Вот в таком варианте работаем мы. Дальше, вот как вы говорите, если проводился фестиваль ГТО среди детских садов, то как минимум этот фестиваль должны проводить были ребята из центра тестирования, они должны были подготовить площадку, они должны были иметь судьи сертифицированных, как вы помните, да, как бы для этого. Дальше дети проходят на фестивале вот эти тесты, столько, сколько нужно для того, чтобы получить знак. Результаты фиксируются этих детей, заносятся в базу. Вы, конечно же, зарегистрировались перед этим, потому что у каждого есть свой код. Эти результаты отработаны, и через определенное время вы получаете приказ о присвоении значков ГТО вашим детям. И так это, конечно же, тоже возможно. В каком месяце вы не сможете сдать, выполнить нормы ГТО буквально там за неделю, за две. Это длится где-то около месяца двух, иногда трех. Потому что центры тестирования работают, ну, как бы каждый день, да, практически. Но то у них там выезд куда-нибудь в район, то это, то есть здесь запись нужно организовать, во-первых, да, детей, чтобы они прошли. Нужно как-то прийти туда. Поэтому, ну, я планирую, что я всегда провожу, если вы хотите получить знак золотой, то там было за полгода начинаете проходить, чтобы приказ успел прийти именно в тот момент, когда дети выпускаются. То есть это начинается, получается, ну, где-то начнем, да, уже в сентябре нельзя, рано, да, сентябрь, октябрь. Где-то в ноябре можно уже спокойно начинать выполнять нормы постепенно, чтобы выйти на то, чтобы значки получили они на выпуск из детского сада. Это такое чисто по опыту. Еще раз, потому что, может быть, вы, конечно, сможете как-то, если у вас прямо под боком, да, представьте себе, что центр тестирования там, вам нужно куда-то доехать, то все равно вам эту группу детей, которых вы готовили, нужно собрать, нужно в расписание встать, приехать, выполнить. Вы сразу все шесть не выполните, потому что это невозможно. Ну, то есть есть некоторые нюансы, но, в принципе, еще, вот эта схемка по ГТО сейчас может хорошо заработать в детских садах, как именно подготовка и педагогическая диагностика. Если это будет востребовано, я думаю, что для инструкторов вот эта головная боль, да, во-первых, как бы свой результат увидеть, а согласитесь, что когда у вас там 5-6 человек получает золотой знак ГТО, «Блин, я работал классно, я подготовил детей там и так далее», то есть супер, да, получается. Или же, когда вы там ищете, блин, где в конкурсе, в каком, онлайн, хоть что-нибудь, как-нибудь, а здесь вы каждый год спокойно работаете на вот это, и кроме того, не забывайте, что от того, сколько человек ГТО получает в вашем регионе, регион также получает рейтинг в России. Это тоже достаточно, то есть вы вкладываете свой вклад в развитие этой схемы, от этого комплекса, и еще не только в своем регионе, но и в России. Это очень круто. Так, ну что, вопросы ко мне по диагностике. Завтра лекция у нас с вами пятница, завтра мы с вами поговорим о дополнительном образовании в детском саду. Я вам расскажу, какие документы, программку одну покажу по дополнительному образованию. Посмотрите, как она строится, из чего она состоит, что в нее входит, как бы такая будет лекция завтра. Вопросы, пожалуйста, по сегодняшней лекции. Вот, 6 на бронзу и серебро, 7 на золото. Видите, вы уже посмотрели, молодцы. То есть, в принципе, вы уже понимаете, что для того, чтобы подготовить ребенка к выполнению норм ГТО, то, в принципе, 7 нормативов, а это они разные все, нужно готовиться. Это, ну как бы, то есть, за неделю вы их не подготовите. Поэтому я и говорю, что вы должны готовить их, начиная с маленьких, да, постепенно. А зато в подготовишках они выходят именно на этот уровень. Но так как у нас каждый год подготовительная группа, то если вы сейчас начнете среднюю готовить и подготовительную старшую, то у вас с каждым годом, каждый год будут готовиться эти ребята. Это такой конвейер называется. Так, еще вопросы, пожалуйста. Не стесняйтесь, задавайте. Я просто уже говорил, что все-таки диагностика педагогическая, для меня она была в большей степени, вот как бы, именно оценка моей работы. Для некоторых это просто, чтобы показать, что да, мы ее сделали и положили туда. А я всегда после того, как диагностику проводил, смотрел на нее и вижу, что у меня, например, ну в этом году что-то провисает, да. Я в следующий год делал какие-то пометки в программе, что мне нужно увеличить, например, больше метания, потому что это достаточно сложное координационное движение, и на нем я должен больше времени затратить, чем, например, на ту же скоростные способности. Так, в нашем саду воспитатели сами ведут физическую культуру. Могу ли я как воспитатель подавать? Конечно, еще раз повторяю, никто вам не запрещает. Смысл вообще этого комплекса очень простой. Вот смотрите, сама схема. Первое, что вы делаете, вы должны знать, что у вас в городе, в вашем районе, ну где-то рядышком, есть этот центр тестирования. Вы просто в интернете забейте, центр тестирования там ГТО в городе там или в районе вашем, и вам покажет какой-то вот там, где он находится. Далее, чтобы вообще выполнить эти нормы ГТО в шестилетнем возрасте, первое, что вы должны сделать, зайти на сайт ГТО и заполнить анкету такую на этого ребенка. Это делают родители, понятное дело. После того, как вы заполнили, вы получили определенный свой такой номер, идентификационный номер получили. И дальше вы записываетесь в этот центр тестирования, там есть расписание, когда принимаются вот эти нормативы. И вы спокойно можете туда ездить, да, со своим ребенком самостоятельно сдавать и в конечном итоге получить этот знак. Но если мы говорим про централизованное как инструктор, то когда я их подготовил, договорился с родителями, они зарегистрировались, я сходил в центр тестирования, я вам приведу группу, семь человек, например, да, и хотел бы вот, чтобы они там к определенному времени получили знаки. Они вам говорят, вам нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это пройти тогда так. Вы планируете это и со своими детишками готовитесь и выполняете. И в конечном итоге ваша вся группа, семь человек, если они выполнили на определенный знак, получат эти значки вообще без проблем. Я ни разу не видел, чтобы мои в Орле инструктора, кто шел этим путем, сказали, что им чего-то там не дали или что-то они там забыли. Нет, все четко. Но у нас схемка, видите, я немножечко по-другому говорил про нашу схему, что у нас центр тестирования сам приходит в детский сад. А я вам предлагаю, что вы, или вот вы сказали, что у вас фестиваль проходит, значит, это администрация управления физкультурой вашего города вместе с центром тестирования проводит этот фестиваль. Круто, значит, отлично, замечательно получается. То есть другая форма, видите, несколько разных форм. Тоже хорошо. Еще вопросы, пожалуйста. И еще хочу вам напомнить, что эта тема с ГТО, она еще вот чем интересна. В ГТО есть талисманы. Это игрушки такие. Леопард Вика, волчок Макар, медведь Потап. Эти игрушки, эти игрушки, они вот такого размера, где-то сантиметров 30, наверное, там 9 сантиметров, они в комплекте, их можно приобрести. И их можно использовать на занятиях по подготовке к выполнению нормативов ГТО. Тоже такая вам маленькая, интересная идея, где вы как бы можете понимать, что это можно сделать не только подготовкой, но и в игровой форме. Дальше. Я думаю, что можно сделать отличную презентацию с талисманами, а там у этих талисманов пишут, какими качествами они обладают. Например, волчок Макар, это самый выносливый, потому что он долго может бегать без устали. Если говорить про медведя Потапа, он самый большой, самый сильный, но самый добрый. И вот на этом опять можно сделать вот эту всю подготовку к выполнению нормативов ГТО в течение всего вот этого, придумывать разные занятия с этими талисманами и без них. И здесь возникает вот этот вопрос, который все время является краеугольным. Дело в том, что когда мы даем упражнение детям, если мы не можем им объяснить, зачем мы это делаем и где это может нам пригодиться, то выполнение этого упражнения сводится просто к выполнению. Если же ребенок объяснили, а вот это тебе может пригодиться вот тогда-то, тогда-то, то мотивация выполнить это упражнение, научиться этому упражнению, чтобы вдруг когда-то мне это могло здесь пригодиться, возрастает. У нас в детском саду в основном это образы, правильно? Это игра. И для нас, чтобы объяснить, что вот это важно и нужно научиться делать, в принципе, работает в двух условиях. Первое условие, когда мы хотим кому-то помочь выполнить что-то. Например, красной шапочке пройти через лес. И тогда ребенок понимает, что чтобы красная шапочка тогда бабушке дошла и волк ее не съел, нужно ей помочь. И вот тогда он начинает активно выполнять те задания, которые мы ему дали. Второй вариант, когда мы используем героические профессии. Пожарные, спасатели и так далее. Тогда мы опять начинаем говорить о том, что чтобы стать таким и вы могли помочь кому-то, то вы должны быть вот такие, такие, такие. А с другой стороны, вот пример простой. Зачем нам сейчас учиться лазать? Когда сейчас все очень просто. Я захотел есть, нажал кнопку, пиццу, привезли. Зачем я буду учиться лазать там? Смысл. И вот здесь опять я должен ему объяснить. Представь себе, что ты поехал куда-то там с папой, мамой отдыхать и потерялся там в лесу. Кушать хочется очень сильно. А тут дерево с яблоками. Но если ты умеешь лазить, то как минимум ты залезешь и хоть яблочко какое-нибудь сорвешь и с голоду не умрешь. То есть, вот эти ситуации, когда мы должны объяснить детям, почему он должен уметь и не бояться лазить, или то же самое метание. Ну, как объяснить, зачем сейчас? Раньше-то понятно. Они учились метать, чтобы там, блин, там, копьем в кролика там попасть, чтобы покушать можно было и не умереть с гол. Сейчас-то зачем метать-то? Как объяснить вот это метание, бросок какой-то и так далее? Первое, что это, конечно же, если ты хочешь играть в какие-то игры с мячом, то там надо уметь бросать снизу, сверху, сбоку, там и так далее. Или же ситуация, когда ты возле, ну, на речке там, да, на пляже, кто-то там кричит помогите, а у тебя рядом здесь круг спасательный, ты можешь этот круг бросить и спасти человек. Вот все эти вещи, когда мы сможем объяснить детям, зачем мы вот эти упражнения выполняем и делаем, только тогда у ребенка появляется мотив делать, учить, выполнять и стараться сделать это хорошо. Если вы просто даете упражнения, не объясняя ничего, не подводя этих детей к осмыслению того, зачем это, где это может пригодиться в жизни, я сразу привожу такой пример. Я знаю, что многие в строевых упражнениях, инструктора в многих строевых упражнениях, значит, учат поворот в прыжке. Ну, то есть, дети стоят, стоит ребенок, да, и учат его в прыжке поворот налево, например, оп, или там направо, оп, я всегда привожу пример, представьте себе такую ситуацию, Валерий Вячеславович идет по улице такой в кино, идет по, ну, по аллейке такой, и тут поворот налево, кинотеатр у него налево, он идет такой, хоба, и идет такой дальше. Люди, которые посмотрели на меня, подумали, ну, как бы, товарищи, это, да, то есть, опять, я хочу вам все время нацелить на то, что все, что мы делаем, у нас должна быть какая-то логика и объяснение, оно должно быть простое для детей, на понятных словах, да, не каких-то заумных, там, супер, каких-то словосочетаниях, которые реально дети в этом возрасте еще не понимают, но мы пытаемся им, как бы, ну, мы с вами, как взрослые, разговариваем, да, но это возраст-то еще не тот, чтобы понимать такие слова, поэтому мы должны практически на простых, лаконичных, таких, четких, понятных словах объяснять, что мы делаем и, самое главное, зачем мы это делаем. Если вы сможете это объяснить детям, уверяю вас, результат увеличивается вам многократно. Так, ну что, вопрос это, что-то вопросов я не вижу. Есть будут сегодня вопросы еще или мы с вами завершаем на сегодня лекцию? Так, есть ли у вас какая-то интересная версия для тех, для чего им перестроение? Честно говоря, смотрите, ну, когда мы изучаем вообще построение перестроения, начиная там со второй младшей группы, давайте посмотрим, где мы их используем. Ну, парами мы выходим и идем на прогулку, да, в круг мы всегда становимся, когда мы что-то хотим там поиграть или кому-то рассказать там или еще что-то, да, дальше. Вот в шеренгу мы с вами становимся, когда мы хотим там поприветствовать, хотим, как бы, чтобы вас всех видно было, да, красиво. если мы ставим их там в две, в три шеренги там или в колонны, это для того, чтобы мы, например, сделали какие-то движения, да, красивые, синхронные, там, с флажками, там, и так далее, то есть красоту хотим сделать. И, кроме того, это еще и удобство для того, чтобы они не мешали друг другу. Если мы говорим о том, что мы делаем какие-то построения там еще, ну, какие еще могут быть построения, шеренга, две колонны, по три, по два шеренгу, круг, полукруг, да, дальше, колонни по одному движению, то есть, каких, как таковых построений и перестроений в детском саду, их не так много. Почему многие пытаются туда внести, да, такие сложные перестроения, как перестроение в движении, там, в колонну по три. Если, конечно, вы их изучили с детьми и научили, будем так говорить, да бога ради, без проблем. Но еще, повторяю, ну, вообще строевые упражнения для меня это ориентировка в пространстве. То есть, моя задача, чтобы ребенок знал, что такое право, что такое лево. Как я изучаю право-лево? Очень просто. Я в старшей группе в начале года всем детям на правую руку с родителями договариваюсь и на неделю одеваю резинку, которую эти девчонки закалывают эти как хвостики. И целую неделю дети не снимают эту резинку ни дома, ни в детском саду. Они купаются, спят, они приходят на занятия. Но всю эту неделю мы с воспитателем договариваемся, что мы акцентируем внимание на эту руку. То есть, они садятся кушать, например. Я говорю, дети, возьмите ложку в левую руку. Он, зная, что у него резиночка на правой руке, он возьмет ложку в ту, в которой у него нет резиночки. Дальше, например, я говорю о том, что, Миша, вон, пойди, пожалуйста, принеси мне в правой руке какую-нибудь игрушку. Он знает, что у него резиночка на правой руке, идет и приносит мне именно эту игрушку. То есть, вот это внимание всю неделю и на занятиях физическое развитие, мы делаем ориентиры определенные, которые будут как раз и оптимизировать детей именно на право-лево. Например, я в углы посажу какие-то игрушки, какие-то предметы подвешу где-то. Это будут мои маркеры так называемые. И к этим маркерам я буду привязывать именно право-лево все время на занятиях в течение недели. Через неделю, уверяю вас, где-то 90% детей в старшей группе право-лево спокойно имеют уже. Дальше мы снимаем резиночку и просто потом впоследствии как бы еще контролируем это. плюс еще есть несколько способов. Это большое лего разных четырех цветов берете и переставляя их можно также изучать или кубики у нас которые мы в зале бывают такие мягкие большие или какие-то определенные предметы которые мы переставляем собираем какие-то лабиринты и так далее. Здесь можно спокойно. Поэтому опять не нужно уважаемые инструктора зацикливаться на том что ваши дети должны как в армии делать повороты на пятки и носке и дальше приставлять ногу. Если он переступанием даже сделает поворот направо мне будет достаточно. Главное что он знает что он повернулся направо а не налево в этот момент. То есть для меня никогда не было задачей сделать из детей солдатов. Для меня была задача чтобы он понимал те движения задания и понимал вот это право лево если это было для меня это было намного лучше. Так ну что на сегодня занятие закончено завтра встречаемся в это же время всем спасибо до свидания до начала в это же время все по той же ссылке ничего не меняется до 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 Продолжение следует...